Об итогах 44-дневной войны в преддверии годовщины начала Карабахской войны, а также как развиваются отношения между Россией и Азербайджаном, на сегодня рассказал в интервью Кавказскому бюро доцент кафедры политологии и социологии РУ имени Плеханова. Член экспертного совета организации офицеры России Александр Перенджиев. Подходит дата годовщины 44-дневной войны. Как бы вы оценили прошедший год? Насколько изменилась геополитическая ситуация в регионе? Безусловно, произошли в регионе за это время большие изменения. Азербайджан вернул в свой состав и под свой контроль семь районов и часть Нагорного Карабаха. В результате 44-дневной войны роль и влияние официального Баку возросла в разы не только на Южном Кавказе, но на постсоветском пространстве и в мире. В то же время решение одних проблем породило новые. Пока сложно решаются вопросы окончательного восстановления территориальной целостности Азербайджанской республики. Есть много негатива со стороны азербайджанского сообщества в отношении российских миротворцев, которые были введены на основе трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, под которыми есть подпись и официального Баку. С армянской стороны создаются серьезные препятствия в реализации трехстороннего соглашения от января 2021 года по формированию механизмов социально-экономического развития региона, важнейшими из которых являются разблокирование транспортных путей и создание новых коммуникаций, включая и Зангизурский транспортный коридор. Армения все эти годы считала себя самой сильной армией в регионе Южного Кавказа. Как эксперт, что вы можете сказать о подготовке армянской армии? Что изменилось за последний год после завершения войны? Официальный Ереван при помощи России в рамках подписанного с официальной Москвой договора о военно-техническом сотрудничестве, ратифицирован в России федеральным законом от 28 июня 2014 года, номер 174 ФЗ начал модернизацию своих вооруженных сил, которая включает в себя изменения в системе мобилизационной готовности, развитие подготовки профессиональных кадров и резерва, а также систем военного управления. Намечается поступление в армянскую армию новых видов вооружения и военной техники со стороны Российской Федерации. Армения наш военный союзник, и Россия не может не оказать ей помощь в восстановлении своей обороноспособности. Как итоги 44-дневной войны повлияли на отношения Азербайджана и России? На мой взгляд, особых изменений не произошло. Армейские игры и военно-технический форум Армия-2021 с участием азербайджанских военнослужащих и военных руководителей показал, что несмотря на определенные неровности в российско-азербайджанских отношениях, они остаются на том же уровне. Что и были до событий сентября-ноября 2020 года на Горном Карабахе и вокруг него. Колебания происходят не в отношениях между официальными Москвой и Баку, а в оценке политиков СМИ, экспертов, блогеров и других публичных деятелей. Есть и провокационные заявления, которые, как многим кажется, подорвали степень доверия между нашими народами и официальными столицами. Полагаю, что не надо сгущать краски и тем более все очернять. В отношениях между Россией и Азербайджаном сейчас много есть хорошего, позитивного, в том числе и в вопросах сотрудничества в военной сфере. А будет еще лучше. Я в этом уверен.